Всем привет! Я опять в Харише. Веду здесь несколько клиентов на покупку. И сегодня у нас обзоры квартир. И я приехала чуть раньше. Хочу сама посмотреть еще на определенные улочки, как, где, что выглядит. Вот детская площадка. Хочу глянуть. Милый город становится. Хариш до коронавируса и Хариш после коронавируса. Это небо и земля. Здесь стало более живо. Многие сюда начали ехать. С центра страны. Люди, которые живут в старом жилье. Особенно которые уже взрослые. Которые не завязаны на работе. Они старую квартиру могут продать за полтора миллиона. Где-то в Холоне, или в Батьями, или в Аждоди, или в другом любом центральном городе. А здесь купить себе новую квартиру. И еще у них останется 1300 для того, чтобы, допустим, помочь своим детям приобрести жилье. Поэтому многие используют этот момент и переезжают в Хариш. Потенциал у этого города, конечно, большой. И когда я первый раз приехала сюда, это было, наверное, года три назад, уже не помню, Тогда мне не казалось, что пойдет рост. Я думала, что не поедут сюда люди. Но я ошиблась. Они поехали. И еще как. Тем более с таким ростом цен на недвижимость. У нас из Пардесхана соседи посъезжали в Хариш. Мы пока держимся с мужем. Нас свекровь держит, скажем так. Близость к ней очень важна на данный момент. А ее перетаскивать в новый город тоже очень бы не хотели. Поэтому мы пока не в Хариши. Но там вижу автобусную остановку. Хочу посмотреть, увеличилось ли количество автобусов. Вот тут вот видно лучше. Есть два автобуса на Хадеру. Один по городу. Один на Беньямину с Гиватадой. Потом еще там на Хайфу и на Тель-Авив. Тут появилось табло, когда какой автобус приедет. Вот через минуту приедет автобус на Хадеру и через 4 минуты на Гиватаду. Нормально. Конечно, не может не нравиться, что везде по городу нормальный тротуар и есть велосипедные дорожки. Какой вид Хариши. Красивый, из квартиры. Такой вот салон в четырехкомнатной. И балкон большой, красивый. За миллион двести шестьдесят. Судя по тому, что я здесь вижу много деток, которые добираются домой из школы сами. Это уже не первые, много. Школа рядом, видимо. Это говорит о том, что в городе безопасно. И родители не переживают, что их дитё куда-то пойдёт не туда, куда надо. Я вот не представляю, как моя лерка в школу пойдёт. Не, ну эти детки старше, конечно же. Что ещё тут сейчас плюс? Это то, что парковка везде бесплатная. Вообще не надо заморачиваться. Думать, включил панга, не включил панга. В Пар-Десхане у нас тоже так. Но здесь вообще бесплатно. Даже если на тротуаре поставить, наверное, штраф не получишь. Вот такая ещё четырёхкомнатная за миллион двести пятьдесят. Такой вот большой балкон, 18 квадратов. И вид на главную улицу. С магазинами. После обзора квартиры, вообще обзора улиц, хочу сказать, что Хариш — это не тот Хариш, который был раньше. Сегодня пятница, и можно проехать километр по улице Дереха-Арец, и вы не найдёте здесь парковки. Абсолютно. Кажется, мне повезло. Вау-вау, какое счастье. Я уже три круга сделала. Да, я нашла парковку. Но это мне повезло, ребят. Здесь открылась куча магазинов абсолютно разных. Здесь появились почти все нужные организации для жизни в городе. Как сказала одна коллега, раньше мне надо было ездить в Пар-Десхану, чтобы снять деньги с терминала. Сейчас тут есть банки, тут есть магазины, тут есть школы и сады, и цены на недвижимость растут, вообще растут. И после обзоров квартир я это вижу, и как уходят быстро квартиры. Ты на той неделе смотрел квартиры, и на этой уже половины из них нет, они вошли в сделку. Это о многом говорит. А я иду в русский магазин. Да, в Хариша открылся русский магазин. И я хочу посмотреть, как же он выглядит, что это за магазинчик. Нет, он не будет пока еще работать в субботу, но придет время, придет время. Сейчас в Хариша в субботу работает только пивной бар, что уже хорошо, и Макдональдс. Вот, я вижу, есть суши, разные кафешки. Ну, здорово, здорово. Вот это, что ли, мир вкусов? Да, мир вкусов. Теперь даже репатриант может почувствовать себя здесь нормально, потому что он найдет блинчики русские, или увелку. Бисквитики, рулетики, чаи. Да, что-то наподобие мании, только магазинчик, который поменьше. Вот такие вот подарочки уже на Новый год можно здесь купить. Украинская продукция есть. Какие конфетки милые. Надо попробовать. Прямо на центральной улице в стороне такая площадочка миленькая. Детей закинуть пока сам по магазинам. Что я скажу? Много русских здесь. Я тут походила так, послушала, посмотрела. Этот город уже не станет, не будет кошерным. Но это я к тому, что все боятся, что здесь очень много харди живет. Это абсолютно не так. Я тут провела уже несколько дней. И могу сказать вам, что город хороший город. Много, много всего тут уже есть. Хороший город для жизни. Особенно если вы на пенсии, либо если вы работаете в близости. Если три года назад у меня были сомнения, стоит ли ехать сюда людям или нет, то сейчас я смело могу сказать, что да. Город, который да, можно рассматривать для жизни. Я уже на выезде из Хариша. На этом мы будем заканчивать это видео. Но скажу вам, что это не последнее видео из Хариша. Потому что я сюда буду приезжать. Потому что появляется больше и больше клиентов, которые хотят найти квартиру в этом городе. Мне это близко. Город на самом деле меняется и меняется в лучшую сторону. И, конечно же, если люди хотят жить в Хариша, то пусть, пожалуйста, переезжают и живут в Хариша. И получают удовольствие от нового города. Ну, а я поехала дальше. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.